Эту статью должен знать каждый гражданин Российской Федерации, статья 51 Конституции. О чем же говорит эта статья? Вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Звучит это очень просто, но возникнет вопрос, а когда можно ее применять? И самое главное, как ее применять? И нужно ли ее вообще применять? И обязательно досмотрите видео до конца. Я расскажу, как неумение использовать эту статью сыграло злую шутку с одним из моих знакомых. Звучит вроде бы просто. Не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Во-первых, где можно не свидетельствовать? Если вы смотрели мои предыдущие ролики, в одном из них я рассказывал, что Конституция является основным законом Российской Федерации. То есть это самый главный закон, которому подчиняются все остальные законы. Соответственно, наличие этого права в Конституции дает вам возможность применять его в любой сфере, в которой только может быть. Вы должны понимать, что в каких бы взаимоотношениях вы ни находились, взаимоотношения, связанные с уголовным преследованием, вас допрашивают или вы подозреваемы по уголовному делу, вас допрашивают в качестве свидетеля в гражданском суде, вам нужно давать объяснение по административному делу. Где бы от вас не требовалась ваша позиция, вы везде можете применить 51 статью Конституции. Даже если к вам пришла старшая по подъезду и спрашивает, почему вы в день своего дежурства не помыли пол на лестничной клетке, вы также можете применить 51 статью Конституции. Шутка. А может быть и нет. Далее, друзья, кто относится к близким родственникам? Это не кот вашего соседа однозначно и не внучатая племянница вашей бабушки. К близким родственникам относятся супруг, супруга, дети, усыновленные, опекуны, бабушки, дедушки. Ну, мамы, папы, соответственно. Тети, дяди, кузены, кузины к близким родственникам не относятся. Соответственно, если вас спрашивают об обстоятельствах, связанных с вами или с вот этими вот ребятами, которых я назвал, вы можете не давать никаких объяснений и не давать никаких показаний. Почему я определил эту статью как очень важную? Потому что вы должны понимать, что в любой сфере права, где требуются ваши показания или ваши объяснения, самый простой вариант, скажем так, получить негативные последствия или дать возможность контролирующим, правоохранительным, проверяющим органам получить тот результат, который они хотят получить, это ваши показания. Если вы даете показания или даете показания неверно, не в полном объеме или наоборот, чересчур полно, нужно быть готовым, что они обязательно лягут в основу той версии, которую, ну, допустим, по уголовному делу разрабатывает следователь. Соответственно, знать свое право и умело им пользоваться вы просто обязаны. В предыдущих роликах, в частности, где я рассказываю про правила поведения на допросе, я говорил о том, что я не рекомендую ссылаться на 51 статью Конституции полностью по всему допросу. Почему? Потому что когда следователь вас допрашивает, он имеет уже какую-то версию, сбор доказательств, осуществляя в угоду этой версии. И если вы говорите, я отказываюсь свидетельствовать против себя, не буду давать никаких показаний, он запишет это все в протокол. Протокол, по сути, будет пустым. И пустой протокол никоим образом не опровергает версию следователя. Соответственно, вам нужно давать показания, вам нужно давать иную версию случившимся, чтобы следователь ее также проверял наравне с той версией, которую им прорабатывает. Очень часто отказ от дачи показаний и такая позиция, такая стратегия до конца уголовного дела приводит к тому, что вы приходите в суд, начинаете якобы давать показания, а сбор доказательств уже закончен. И собрать доказательства, которые бы подтверждали вашу позицию, в суде вы уже не сможете. Это нужно было делать все на стадии следствия. Поэтому использовать 51 статью нужно очень грамотно. В идеале, конечно же, всегда выстраивать тактику и стратегию своей защиты, в том числе используя 51 статью, исключительно с вашим адвокатом. В частности, можно спокойно отвечать на те вопросы, на которые следователи и так получат ответы. Направляя запросы или из всевозможных баз данных, где вы родились, где женились и так далее. Но на какие-то вопросы, на которые вы сомневаетесь, какой ответ давать, вы всегда можете сказать, я на данный момент затрудняюсь сказать конкретно, дам показания позже. Тем самым, вы даете себе возможность после выстраивания позиции с вашим адвокатом передопроситься и дать возможность следователю проверить ваши версии. И, кстати, в моем телеграм-канале почти 50% действующих юристов и адвокатов. И мы очень часто в комментариях обсуждаем всевозможные тактики и стратегии ведения тех или иных дел. Помимо этого, там же вы можете запросить мою персональную консультацию. И я достаточно оперативно реагирую на ваши запросы. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. И, кстати, любой обыватель может сказать, ну я же ни в чем не виноват, не совершаю никаких правонарушений и так далее. Зачем мне знать эту статью? Друзья, эта статья применима в любой сфере наших с вами отношений. Каждый день мы с вами вступаем в те или иные юридические отношения с нашими коллегами, с нашими соседями, с государственными органами, с частными компаниями. И так или иначе может возникнуть ситуация, когда вам нужно будет эту статью применить. И вы должны всегда о ней помнить. Так же, как помнить номер своего адвоката. Приведу вам пример. Часто правоохранительные органы злоупотребляют, скажем так, незнанием гражданами своих прав. И говорят, 51-й не для тебя. Ну ты же не подозреваемый, ты просто свидетель. Или мы просто тебя опрашиваем, ты очевидец. Или они могут сказать, что зачем тебе 51-й? Ну что ты отказываешься? Ты же вообще ни в чем не виноват. Ну расскажи все как было. А учитывая, что большинство людей, которые никогда не сталкивались со следователями, с операми особенно, находятся в таком неприятном эмоциональном напряжении, в этом состоянии очень легко, скажем так, поддаться вот такой манипуляции. А сотрудники правоохранительных органов, они же очень хорошие психологи. Или наоборот испытать стресс, когда ты в состоянии стресса можешь наговорить лишнего. Поэтому, друзья, всегда нужно помнить, что у вас есть такое право. И всегда нужно помнить, что если вы чувствуете, что вы находитесь в состоянии эмоционального накала, нужна пауза. Нужна пауза, чтобы выдохнуть, осознать и потом, соответственно, высказать свою позицию. Также одним из элементов злоупотребления может быть, друзья, попытка напугать вас применением 308-й статьи Уголовного кодекса «Отказ от дачи показаний». К вам эта статья не относится, потому что у вас есть конституционное право. Поэтому вы можете вообще на это не реагировать. Да более того, нет обвинительных приговоров по этой статье. Возбуждать дела по этой статье крайне сложно, крайне напряженно. И никто этим не будет заниматься. Да если даже вдруг кто-то выпрыгнет из штанов и возбудит эту статью наказания, там небольшой всего лишь штраф. Поэтому этого бояться не стоит. Но нужно помнить о том и иногда напоминать сотруднику правоохранительных органов, в случае, если он позволяет не очень корректные для себя действия, в частности, попытка принудить вас дать показания, что у него есть ответственность по 302-й Уголовного кодекса. Это принуждение к даче показаний, которое на секундочку устанавливает наказание до 3-х лет лишения свободы. Как это выражается? Вы ничего не совершали, вы не были, допустим, очевидцем, а следователь вам говорит, вот ты напиши вот такие объяснения, что ты был очевидцем. Если не напишешь, поедешь в СИЗО. Все. 302-я Уголовного кодекса. Да, вы скажете, ну как же я это подтвержу? Я в целом всегда всем моим клиентам, всем моим знакомым рекомендую, если вы чувствуете, что происходит нестандартная для вас ситуация, в которой неизвестно, как будет происходить развитие событий, всегда включите диктофон на вашем телефоне. Чтобы не надо никому показывать, что вы записываете. Включили диктофон, убрали яркость, приложили к бумажнику. Можно даже видео включить с задней камеры телефона. И все. Пусть пишется на всякий случай. Если не пригодится, класс. Но может пригодиться. В частности, если вдруг следователь принуждает вас к даче показаний, следователи редко это делают, обычно этим злоупотребляют опера, вы всегда можете после того, как выйти из отдела, пойти в ближайшую прокуратуру и написать соответствующую жалобу или заявление. И, кстати, в одном из следующих роликов я вам расскажу, зачем вам все-таки нужен адвокат, даже тогда, когда вы считаете, что вы невиновны. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Как обещал, рассказываю историю из практики, как незнание своих прав негативно повлияло на жизнь человека. Как-то мне звонит жена одного молодого человека, которого осудили и отправили в лагеря, и просит помочь. Я попросил скинуть приговор, читаю приговор и вижу, что все обвинение построено исключительно на его показаниях, которые он дал при первом допросе. Но, видимо, человек был в эмоциональном напряжении, в стрессе, для него это было неожиданностью, и у него не было, или он не смог дозвониться, не знаю. В общем, у него не было доверенного адвоката, он был вынужден воспользоваться адвокатом, предоставленным следствием. А может быть, кстати, он считал себя невиновным, поэтому выдал все как есть. Следователь, соответственно, придал его показаниям ту форму, которая необходима для того, чтобы реализовалась та версия, которую следователь проецировал, и человека осудили. Возможно, ему обещали и домашний арест, или, может быть, подписку. Но суть в том, что человек дал показания в полном объеме, несмотря на то, что мог вообще их не давать, или дать их частично, а потом их дополнить. Так что, друзья, помните об этих правах, помните, что от тюрьмы и от суммы не завекайтесь, и всегда имейте под рукой телефон своего адвоката. Продолжение следует...